Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В этот воскресный день, который называется «Неделя о слепом», мы вспоминаем всем хорошо известный эпизод из жизни Господа нашего Иисуса Христа, в котором Он исцеляет, создает новые зрачки и нервы зрительные. «Человек, у которого родился без глаз, был слепой от рождения». Но во всех песнопениях Всеночного бдения мы с вами и в Тропарях видим, что святые отцы в церкви понимали это прозрение не только как прозрение физическое, но и как прозрение духовное. Поскольку большинство людей современного мира, как, впрочем, и того древнего мира, они, хотя и имеют зрение телесное, но духовно слепы. Почему же люди бывают слепы духовно? Я вижу основных две причины. Первая причина наиболее проста для большинства – это глубокая духовная безграмотность и безразличие. То есть люди верят тому, что им говорят «вожди», и не анализируют, не задумываются, не пытаются сами понять. И если тогда это было еще как-то оправдано, потому что все-таки большинство древних иудеев вряд ли были грамотными людьми, то для современного мира это уже оправданием служить не может. Потому что сегодня каждый может прочитать все, что его интересует. Причем не со слов кого-то, как нас учили в советских институтах и университетах. Нас учили о религии. Был такой предмет, как многие помнят. Это научный атеизм. Хотя научности там ни капли, и быть не могло, конечно. Но тем не менее. Учили со слов кого-то. Вот кто-то там, некий Губельман. То есть фамилия Губельман, а псевдоним Ярославский. Так этот Емельян Ярославский. Он цитирует Писание и полностью искажает его. Но никто не посмотрит в Библию, не посмотрит в Псалтирь для того, чтобы увидеть. А действительно он правильно говорит. Или цитирует Маркса что-либо о религии. Или Ленина, который ненавидел Бога и религию любую. И вот так нас учили цитатами из каких-то так называемых классиков атеизма. Но сегодня есть возможность прочитать то, что не могли прочитать люди в советское время. Потому что не издавалась духовная литература. Сегодня все можно прочитать. И узнать, истина или ложь. Итак, вот первая группа людей, это те, которые не хотят познать. Хотя современные люди имеют грамотность поголовную. Все могут читать. Возможность приобрести любую книгу, даже в интернете, не выходя из дома, в любом конце нашей страны, они имеют возможность. Но не делают этого. Так же, как древние иудеи, которые не думали о чем-то серьезном и принимали все на веру. Кстати, вот этот слепец не принял на веру. А он как раз укорил членов Синедриона. И сказал то, что они не хотели слышать. Если бы этот человек не был бы от Бога, он бы не мог творить такие чудеса. Не может грешник даровать зрение слепому. Вторая группа – это люди, которые сознательно служат сатане. В наше время вы слышали имена такие, хотя бы двух назову. Алистер Кроули или Энтони Лавей. Эти два человека были сатанистами, которые сознательно служили сатане как Богу. Лавей, ученик Алистера Кроули, основал церковь сатаны в Америке. Она зарегистрирована официально. Это люди, которые считают сатану Богом. И опираясь на учение древней иудейской Кабалы, которая сама произошла из Вавилона, от Халдеев. Опираясь на это учение, они говорят, что есть два Бога – сатана и Адонаи. Бог, которого мы называем Троица. И изображение этих двух богов, как бы борющихся между собой, изображает так называемый Магиндовид. Шестиконечная звезда, которая изображена на флаге Израиля. Два взаимопересекающихся, переплетающихся треугольника. Один углом вверх, другой углом вниз. Один означает Адонаи, другой означает Сатану, Люцифера. Они считают, что Бог Люцифер, Сатанаил, иначе его называют, победит в результате всей человеческой истории. Победит Адонаи, и все люди поклонятся ему. И его протеже, тот, кого мы называем Антихрист, будет править этим миром. И они к этому стремятся всеми силами и содействуют своему Богу, в кавычках, сатане, тем, что борются с христианством во все века этой жизни. И вот мы видим, что члены Синедриона разделились. Меньшая часть говорила, ну как же может человек-грешник отверзать очи слепому? Но большая часть говорила, нет, не может он быть от Бога, потому что он субботу не хранит. Хотя вот это правило субботы нарушалось. Причем нарушалось не по велению Бога, а по мнению тех отцов, которых называли раньше отцами. Это были раввины знаменитые, это были учителя Израиля. И они установили, что, например, обрезание младенца может быть в субботу. И вот Христос на это часто обращал внимание. Говорил, если вы обрезание по уставу своих отцов совершаете, почему же нельзя в этот день субботний совершить исцеление всего человека? Но большая часть этих людей никакими свидетельствами, никакими чудесами не удовлетворялась. Почему? Это можно объяснить только по одной причине. Они были уже тогда служителями Люцифера, то есть сатаны. Они были обучены кабале и тайно уже давно служили сатане, о чем пророчество говорил Исаия. Еще будучи в Вавилоне, ему Господь открыл, что будет в восстановленном храме Иерусалимском. Показал ему, как в старину говорили, скважину под храмом и сказал, прокопай здесь. Он прокопал и увидел тайную дверь. Войди в нее, сказал Господь. Он вошел. Смотри, что они делают. И он увидел тайную комнату, на стенах которой написаны были, нарисованы изображения ложных богов, то есть идолов, различных племен. И эти 72 человека, которые там были, а мы знаем, что из 72 будет состоять Синедрион израильский, то есть главный орган духовного и судебного управления. И вот эти люди кодят этим идолам. Посмотри, какие мерзости они делают, говорит ему Господь. И действительно, они, научившись в Вавилоне этим мерзостям, колдовству и магии каббалистической, они принесли это все в Израиль. И тайно служили дьяволу, как было показано Исаии, а днем наверху они служили Богу, Иегове или Адонаи. Вот эти люди и сегодня существуют, и сегодня существует церковь сатаны, но теперь уже официально. И у нас в стране в 92 году, как мне лично рассказывал покойный патриарх Алексей II, была зарегистрирована церковь сатаны мэром города Петербурга, Собчаком. И на сегодняшний день только в Москве водны около 30 ковинов или, условно говоря, храмов сатаны. Сегодня в любом большом городе есть такие храмы сатаны. И они приносят, между прочим, человеческие жертвы, не только кошек и собак. В основном человеческие жертвы. Очень много пропадает и детей, и таких людей, которых никто не ищет, так называемых бомжей, их приносят в жертву. Но об этом почему-то средства массовой информации всегда молчат. Так вот, мы видим, что в Синедрионе большая часть оказалась сатанистами. И они прекрасно понимали, что такие чудеса не может творить никто, кроме Сына Божия, который по пророчеству должен быть повешен на древе между разбойниками. Его жизнь должна быть куплена за 30 сребреников. Он должен быть избит до крови. Обо всем этом есть пророчества. И эти люди знали эти пророчества наизусть. Большинство так называемых богословов или иначе книжников знали Ветхий Завет наизусть. И таких было немало. Кино не было. Книг каких-то развлекательных не было. У людей был ум достаточно чистым и вмещало очень много. И они выучивали наизусть весь Ветхий Завет. Все прекрасно знали эти пророчества. И про 30 сребреников, за которые будет продан Сын Божий. И даже то, что на эти 30 сребреников будет куплено поле горшечника, на котором погребаться будут странники. Все они прекрасно знали. И сознательно боролись со Христом. На что и указывал в свое время Господь Иисус Христос. Он говорил в притче о виноградниках, что они знают, что это тот, кого они собираются убить, сын и наследник, хозяина винограда. Под виноградом всегда поднимался народ Божий. Под виноградарами поднимались всегда служители, то есть священники, первосвященники. А Сын Божий все прекрасно понимали, это и есть Мессия. И они, указывая на Него пальцем, говорили, вот сын и наследник, убьем его, и наследие будет наше. То есть Христос им конкретно говорит, вы знаете, кто я, сын и наследник Бога, насадившего этот виноградник, народ Божий создавший. Все они знали, и Он об этом им говорит. И в другом месте повторяет, вы дети дьявола, отец ваш дьявол. А кто это дети дьявола? У кого отец? Сатана. Вот те самые люди, которые верят в Сатану как в Бога. И эта вера до сегодняшнего дня продолжается. Есть масса людей, которые верят в Сатану как в Бога. Сатанисты. Вот две категории людей. И причем интересно то, что большинство из тех, которые не хотят ничего знать, а просто слепо доверяют своим руководителям, не проверяют, что это за руководители, куда они их ведут. Эти люди и сегодня являются большинством. Хотя, повторяю, у всех есть образование. Практически все умеют теперь читать и писать. Даже в глухих уголках Африки и Индии, где большинство, когда-то там в начале 20 века были, большинство проподавляюще неграмотные, сейчас все грамотные. Ну, за исключением там нескольких племен, которые там блуждают по джунглям и живут собирательством. Едят жучков, пауков, слезняков и прочее. Вот то, что попадется на пути. А остальные все грамотные. Это большая часть человечества. И тем не менее, они не хотят знать истину. Им спокойнее жить так. Ничего не знаю. Вот об этих слепых и говорит Господь в этой притче. Сегодня Он говорил о тех, которые прекрасно знают, кто есть Христос, и почему Он имеет такую власть исцелять. Но и большинство людей, которые не приняли Христа и подчинились вождям своим слепым, и сами стали слепыми, как и сказано в притче, «Если слепой слепого ведет, оба в яму упадут». Это евангельская притча. Это Христос сказал. Так вот, давайте с вами не будем такими слепыми. Давайте все будем познавать истину, читать духовные книги, знать учения церкви, которая установлена святыми соборами, причем соборами, теми, которые называются вселенскими. Некоторые говорят, да ладно, что там вселенский собор? Соборы, мол, тоже могут ошибаться. Вы не сравниваете два вида соборов. Есть соборы поместные, которые решают проблемы какой-то поместной церкви. Иногда и даже ошибаются. Мы помним собор, который осудил Иоанна Затауса как еретика. Там специально подбирали людей, которые послушны императорскому повелению, трусливые епископы. Специально таких вызвали, только таких других не пускали. И пустили ложцу, он еретик. Но это не вселенский собор. Это поместный собор, который назван Волчим собором. И таких было много. Мы говорим о тех соборах, которые собирала вся церковь из разных стран, и которые становились святыми и вселенскими только по прошествии многих лет, иногда десятилетий, а иногда и столетий. Когда народ Божий в целом принимал их полностью и понимал, что это действительно истина, то, что они говорили. Так мы говорим сегодня о вселенских соборах, о святых семи вселенских соборах, которые установили правильное понимание учения Христова. И я уверен и знаю, что большое число наших соотечественников, которые называют себя православными людьми, ничего не знают об этих соборах. Не читают их догматическое учение. То учение, которое содержит церковь в неизменном, вот начиная с Первого Вселенского собора в 325 году. Никто не хочет. А раз не знают догматического учения, то есть того учения, которое содержит церковь, понимание, кто такой Христос, что такое Троица, как совершается наше спасение, если этого не знать, то каждый, изобретая себе своего Бога, наделяет его своими какими-то качествами, которые ему импонируют, и фактически изменяет все учение. Но считает себя христианином, верующим человеком. Вот такое незнание, такая безграмотность и ведет к таким страшным ошибкам, когда большинство народа еврейского, поверив своим вождям лукавым, которые вели их в бездну, будучи сами слепыми, привело их к такому страшному концу, отпадению от истинного Бога, Иисуса Христа, Мессии, которого мы с вами прославляем во все веки веков. Аминь.